8 декабря в Дворце спорта Лугли состоится самый крупный в Московской области турнир по тэквондо и ТФ – Кубок Подмосковья. В наш город приедут показать свое мастерство лучшие представители клубов Московской области и Москвы, которые развивают традиционное тэквондо. Торжественное открытие соревнований состоится во Дворце спорта в 13 часов. Приходите поддержать наших спортсменов. Вас ждут бескомпромиссные поединки. Вы оцените великолепную технику, силу и красоту тэквондо и ТФ. И, надеемся, порадуетесь победам ловнинских бойцов, которые постараются не подвести ваши ожидания. Кубок Московской области по тэквондо собрало лучшие силы. В борьбе за призовые места участвовали более 200 спортсменов. Тему продолжит Лариса Панина. Формирование здорового образа жизни – одно из важнейших направлений программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наши Подмосковья. Приоритеты развития». 8 декабря во Дворце спорта Лобни прошел самый крупный в Подмосковье открытый турнир по тэквондо и ТФ «Кубок Подмосковья». В соревнованиях приняли участие 245 юных спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет из 13 клубов Москвы и Московской области. Среди подмосковных городов были представлены Щелково, Павловский посад, Заречья, Краснознамен, Скреутов, Лобня и другие. На торжественной церемонии открытия турнира участников и зрителей приветствовал глава города Лобня Николай Гречишников. У нас сегодня единоборства стали развиваться еще активнее. Я тренерскому составу всему очень признателен за то, что они вот так активно двигают вот эти виды спорта вперед. А для нас, как для горожан, один из самых, может быть, самый примечательный факт, что здесь 30-35% всех этих соревнований – это участники нашего города. Активное внимание спорту. В это движение включились спортсмены, родители, ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн и военных конфликтов, многие руководители, предприятия, депутаты и городское руководство. Напутственные слова юным спортсменам сказал ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Новгородцев. Среди гостей соревнований был ветеран подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Попонников. Оценив спортивные и волевые качества выступающих ребят, он отметил, что, пройдя школу Тэйквондо и ТФ, юноши получат такую подготовку, что с легкостью смогут пополнять ряды самых лучших подразделений спецназа. Воин должен быть ко всему готов, и к рукопашному бою, и к огневому бою. Также должен уметь думать головой. Но, естественно, рукопашный бой, единоборство, они развивают полностью тело, придают очень сильную уверенность. Человек начинает верить в самого себя. И, я думаю, это один из основных видов спорта. Развитие Тэйквондо в Логни началось 25 лет назад. Инициатором его появления сначала в аэропорту Шереметьево, а затем в городе был Сергей Ответчиков. В 2003 году в Логню приехала сборная команды Кореи. Именно под руководством Пака Бондока, который сейчас у нас с вами тренирует здесь Тэйквондо. Кстати, мне очень хорошо помогла Анна Акимовна Куманова. Они, конечно, не знали, что это такое, но, говорит, давайте мы с вами попробуем. Первый чемпионат у нас проходил в 2006 году. Открытый чемпионат на кубок города Логни, главы, да. Самое главное – не терять силу духу, верить в себя, верить в то, что у нас все будет хорошо развиваться. Я думаю, что так. Любой спорт – это травмы. Тэйквондо – не исключение. Сергей Ответчиков перенес операцию по замене тазобедренного сустава, но не прийти на соревнования не в его правилах. Не могу я это пропустить, а каждое соревнование здесь. Считаю, что это мое. Поэтому я не могу пропустить этого. Хотя и у меня травма, но травма – это все-таки спортивная. Я горжусь, не то что травмой горжусь, а горжусь тем, что не зря все это прошло, понимаете. Не зря как бы все это у меня получилось. О, спорт, ты мир. Твой язык интернационален. Подтвердил в своем интервью и тренер Пак Пондок, который в течение 10 лет с небольшим перерывом тренирует лобнинских детей и взрослых. Отсутствие хорошего русского языка ему нисколько не мешает. Он впечатлен от того, что дети приходят заниматься этим спортом. И тем более еще помогает администрация города. И так как на основе этого он очень довольный всеми. То, что он объединяет людей, участников, и закаляет их, помогает стать сильнейшим. Без помощи его глава города и глава комитета по физкультуре невозможно было проявить его такое замечательное и большое соревнование. И он, конечно, побывал в многих странах, но он еще нигде не видел, чтобы вот так в России, чтобы те, которые начали давно, текундо заниматься этим. Вот сейчас тоже продолжает развивать текундо и вложит сюда много усилий для развития в дальнейшем тоже. Поэтому он тоже, конечно, ими гордится. На турнире спортсмены соревновались в показе элементов техники и спарринга. Зрители увидели много захватывающих, бескомпромиссных поединков. Тут лидеры, как правило, это черные и красные пояса. То есть красные пояса все время стараются уже достичь уровня черных. Вот, черные – это уже серьезный уровень. У нас занимаются и много девочек тоже. То есть для них это не только как бы спарринги, да, и туль они участвуют, комплексы технические делают. Вот, и я думаю, для девочек в дальнейшем как умение защитить себя. Самая младшая из спортсменок, 7-летняя Таисия Логинова из Москвы, уверенно поднялась на первую ступеньку пьедестала почета в своей возрастной группе. Первая твоя медаль? Нет. А какие еще были? Много-много медалей. Много-много медалей первых мест. У тебя медаль почти до коленок висит. Ты такая маленькая, а уже столько медалей имеешь. Как тебе удается? Я очень сильно стараюсь. Я хочу занять первое место. На Олимпиаду хочешь поехать, когда вырастешь? Да. Как думаешь, получится, если очень-очень хочешь? Да. Юные бойцы продемонстрировали высокое мастерство, нанося такие красивые и эффектные удары, которые можно увидеть разве что в кинофильмах о боевых искусствах. Сегодня наших спортсменов 35 человек. Все лучшие, кто у нас готов к соревнованиям, кто проходил сборы, кто тренируется не первый год, они сегодня здесь. Мы надеемся, что мы займем достаточно много призовых мест, хотя соперники серьезные. Все лучшие клубы Московской области привезли своих лучших бойцов и некоторые клубы Москвы. Самый маленький у нас это Чернов Илья. Ему недавно исполнилось 10 лет. Он перспективный спортсмен и по тулем, по технике, и в боях, надеемся, займет какое-то место. Ну а самый старший это Демидов Евгений. Ему исполнилось 17 лет уже. Он опытный боец, черный пояс. Побеждал на многих турнирах. Такой тертый калач. Тоже рассчитываем на его победу. Но раньше клуба не было, и дела шли ни шатка, ни валка. Была просто секция. Мы не ездили по соревнованиям, не жили такой активной жизнью. Но за последние два года, как мы создали клуб, секция стала расширяться. Народ стал к нам приходить. Стало интересно. Мы ездим в другие города. В Сочи, в Санкт-Петербург. В Белоруссию недавно ездили. То есть много турниров проходит. Люди, ребята растут. Клубу нужен, конечно, свой спортзал, где будет оборудован спортивным манитарем. Мягкий пол должен быть, такой, как на соревнованиях. Потому что это вид спорта подвижный. Много прыжков, бывают падения. И на жестком полу это может быть травмоопасно. И к тому же надо повесить обязательно груши. То есть вид спорта контактный. Техника рук похожа на технику бокса. В плане ударной техники, количества ударов. Для отработки их нужны груши. А у всех лучших конкурентов наших, у них спортзалы есть. Мы это знаем точно. Мы тренируемся здесь, в основном в дворце спорта Лобня. Ну, здесь, к сожалению, пока нет возможности повесить груши и постелить мягкий пол. Но благодаря энтузиазму самих детей и мастерству тренера мы пока держимся на уровне. Если будет подходящий зал, то результаты у нас будут очень значительными. Лобнинцы достойно представили наш город на этом престижном и представительном турнире. Завоевав 9 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых медалей. Особенно отличились Роман Живила, Геннадий Ващила, Шахзот Розоков. Ставшие абсолютными чемпионами соревнований. То есть победившие в своих категориях и в показе техники, и в спарринге. А также Игорь Шибилкин, храбро сражавшийся, несмотря на травму, и уступивший в равном бою за выход в финал. Он вместе с бронзовой медалью получил специальный приз, учрежденный главой города Лобня за волю к победе. Серебро завоевал и Максим Медюк. У вас сегодня день рождения. Это вам помогает или это совершенно не имеет никакого значения? Помогает, конечно, но не в большей степени, как обычные соревнования без дня рождения. Да, они стимулируют. Хочется подарить себе подарок, завоевать лучшие места, чем обычно. Однако именинник, а день соревнований совпал с днем рождения Максима, остался не очень довольным своим третьим результатом. Я буду это улучшать, поэтому в следующих соревнованиях я покажу себя. Первое место по количеству золотых медалей заняла команда города Заречья. Председатель Федерации Тэквондо Московской области, подводя итоги соревнований, отметил важность поддержки главы и администрации города детского спорта, а также поблагодарил за работу организаторов турнира «Клуб «Молодая гвардия» и его консультанта Максима Живилу. Мне очень нравится с ним работать. Это очень ответственно. Как человек, служивший в армии, занимавшийся Тэквондо военным направлением, занимавшийся спортом и любящий дисциплину, мне это очень импонирует. Областной Тэквондо прописалось в Лобнии надолго и не постоянно, так? Ну, наша задача развивать во всем регионе. Но вот такой, как Кубок Подмосковья, он как бы постоянно уже традиционно проходит у нас в Лобнии. Как будет дальше по времени? Ну, хотелось бы, чтобы проходило и в дальнейшем. Лариса Панина, Александр Михайлов для программы «Акцент».